Летом 2016-го 100 ребят совершили свое первое самостоятельное путешествие к берегу Черного моря. 3 июня спецрейс «Мирный Геленджик» доставил первую смену юных северян в детский оздоровительный лагерь Краснодарского края «Нива». Эти мальчишки и девчонки еще вчера загорали на берегу Черного моря. Ребятам повезло, они оказались в сотне детей, отдохнувших в детском оздоровительном лагере «Нива», что в Геленджике. Первое впечатление сначала было, конечно, страшно, потому что незнакомые, не знаешь, где вожатые. Потом сразу мы поставили чемоданы, пошли в столовую покушали, потом мы пришли в изумрудный городок. Ну, нам выбрали вожатые комнаты, а потом, когда все стало хорошо, мы поняли, ну и все нормально было потом. Понравилось. Наши ребята жили в трехэтажном корпусе, в номерах по 3-4 человека. В каждом номере свой душ, свой туалет, раковина, у каждого своя тумбочка, шкаф, то есть очень удобные номера. В «Ниве» большую часть времени уделяют развитию детей. Парусный спорт, актерское мастерство, английский язык, компьютерная графика и фотодизайн. Все это ребята освоили вместе с профессиональными педагогами из Италии, преподавателями ICL Summer School. По окончании курсов воспитанники получили сертификаты международного уровня. Программы школы ICL в этом году у нас предложены были анимации, английский и программа фотографии, фото плюс дизайн. Анимация была очень интересно поставлена, ребятишки сами сняли мультик, слепили его и сняли мультик. Очень интересный, красивый мультик получился. Фото плюс дизайн продолжили то, что было в прошлом году, снимали также про Алису. В этом году была Алиса Заверкалье. Они сами готовились очень красивые костюмы из картона, бумаги, ну и затем делали профессиональные фотографии. Я тоже посещала морские волки, и это было, мне очень-очень там понравилось. Если у тебя что-то не получалось, например, узлы, самый сложный был прямой узел, потом мы по книжке не поняли, и нам объясняли сами. Они как вязать, и потом уже стало понятно, и со временем в конце вот этого всего у нас стало получаться. Это лишь часть увлекательных дней, проведенных в мире. Еще были дни именинника, конкурс красоты, квесты, флешмобы, но особенно запомнилось открытие сезона, где команда из Мирного лучше всех представила свой город и местные национальные традиции. В эти белые края вновь и вновь приеду я, чтобы увидеть, как танцует ты, утялочка моя. В день России мирницкой детворе досталась почетная миссия – пронести национальный флаг через весь Геленджик. Каждое утро наши ребята желали всем присутствующим доброго утра из Мирного. У нашей команды был флаг родной Алросы. В трудную минуту он помог выиграть Олимпийские игры. По словам сопровождающей Юлии Костиной, наши ребята были самыми дружными. Вместе гуляли, вместе рисовали на асфальте и вместе шалили. День был расписан довольно плотно. Каждый вечер мероприятия до ужина, после ужина. У нас же еще были экскурсии, которые опять же начались со второй недели, потому что из-за погоды первую неделю мы провели на территории лагеря в корпусах. Поэтому, когда к вечеру еще и дискотека до 11 часов, наши детки с удовольствием падали в кровати. Ребята обрели в лагере новых друзей. Спустя месяц уже в Мирном они с удовольствием встречаются, вспоминают дни, проведенные вместе, мечтают о море, о парусниках, фотосессиях, вечерних дискотеках и прощальном пионерском костре. Наталья Николаева, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».